Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Но на этом хорошие дела не закончатся. Нет, конечно. Мы только их начали. Экологическая акция по зеленению придомовой территории. В настоящий момент происходят работы по уборке автомобильных дорог. Месячник по уборке города. Отраслевой фестиваль ТИАРТ Алимп Росатома. На Смоленск АЭС в работе второй и третий энергоблоки. Общая мощность составляет 2107 МВт. Замечаний к работе оборудования нет. 6 апреля в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном Росэнергоатом, энергоблок номер один Смоленск АЭС отключен от сети для проведения планового предупредительного ремонта продолжительностью 75 суток. Выработка электроэнергии Смоленск АЭС за 16 дней апреля составила 754 миллиона киловатт-часов, что превышает плановое задание на 34 миллиона. Всего с начала года выработано более 5 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 12 апреля во дворе домов номер 6, 7 и 8 четвертого микрорайона прошла экологическая акция по озеленению придомовой территории. Акцию совместно организовали жительница дома номер 8, старшая медсестра врачебной амбулатории при Смоленск АЭС Елена Леднева и заместитель главного инженера Сайс-сервис Виктор Корсаков. Внести свой вклад в благоустройство родного двора оказалось немало желающих. Более 40 добровольцев. Многие пришли целыми семьями с детьми и внуками. Идея посадки деревьев на этом участке созрела очень давно. В тот момент, когда жители проявили инициативу по благоустройству этого двора. И в прошлом году здесь в рамках федеральной программы «Комфортная среда» уже проведена часть благоустройства в виде создания парковок, расширения парковочных мест, тротуаров, бордюры поменяли. Ну и у нас следующий этап – это уже благоустройство, озеленение, приведение этой территории, соответственно, в очень хороший такой зеленый вид. Поэтому вот эти деревья сегодня как раз у нас сюда в виде дополнения общего благоустройства мы и сажаем. За полчаса на пустыре возле детской площадки выросла молодая аллея – 20 лип и кленов, саженцы которых предоставила управляющая компания «Сайс-сервис». Но на этом добрые дела не закончились. Елена Леднева предложила соседям еще покрасить лавочки возле дома номер 7. Сейчас они радуют глаз яркими цветами. Я просто не ожидала, правда не ожидала, что столько наших жильцов будет участвовать в этом мероприятии, в посадке деревьев. Тем более сейчас дети рвутся на покраску лавочек. Так что будем творить добро. Скажите, удалось им дерево посадить? Целых три. Смотрите, какие помощники. А какие секреты посадки хорошего дерева? Дружба. С 1 апреля в Десногорске стартовал месячник по уборке города. В наведении порядка принимают участие коммунальные службы города, работники Смоленская АЭС, Смоленская АЭС-сервис, подрядные организации и все неравнодушные жители Десногорска. Как и положено по графику, с 1 апреля в Десногорске стартовал месячник по уборке города. Коммунальные службы, Смоленская АЭС-сервис, подрядные организации, работники атомной станции и все желающие Приводят в порядок улицы Десногорска и дворы жилых домов. Также очищают дороги и тротуары от грязи и песка. Санитарная очистка идёт полным ходом. Очищаем тротуарное покрытие от песка, от скопившегося мусора. Очищаем газоны. В дальнейшем будем красить деревья, красить малые формы. Особое внимание уделяется городским дорогам. Ведь чистые и ровные дороги – это в первую очередь безопасность десногорцев и гостей города. В настоящий момент происходят работы по уборке автомобильных дорог. Это Н4, Н5, Н7, Н9 и Н8. В течение двух недель службы благоустройства вот эти объёмы будут выполнены. Глава города Андрей Шубин лично инспектирует все участки, на которых проходит уборка. По его словам, это отличная традиция муниципалитета. Объединяющая поколения и пропагандирующая общечеловеческие ценности. Ведь лишь благодаря совместным усилиям власти и жителей города Десногорск всегда будет оставаться жемчужиной Смоленской области. Уважаемые жители города, просим вас обратить внимание, что мы произвели уборку территорий и просим поддерживать её в чистоте. Традиционным финальным аккордом месячника станет общегородской сводник, который запланирован на 30 апреля. Два детских театральных коллектива Десногорска стали призёрами отраслевого фестиваля Теарт Алим Просатома. Коллектив «Бригантина» из школы номер 4, руководитель Елена Парамонова, стал серебряным призёром в школьной лиге. За постановку «Порой не верится, друзья, но всё-таки бывает». Коллектив из Дома детского творчества режиссёр Дания Макарова «Гномик» приехал в Новоуральск со спектаклем «Волк и его команда» и занял второе место в детской профессиональной лиге. Более того, Кристина Гаврюсёва награждена за лучшую главную женскую роль, а Антон Гороничев – за лучшую мужскую роль второго плана. Невероятно воодушевлённые, обогащённые новым опытом, ребята вернулись в Десногорск призёрами фестиваля, оставив у организаторов и зрителей добрую память о себе, своём таланте и энергетике сердец. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые пройдут на этой неделе. 20 апреля в 11.00 в спортивной школе Десногорска состоится открытое первенство муниципального образования «Город Десногорск» в Смоленской области и 24-й турнир под дзюдо среди юношей, посвящённой памяти мастера спорта Николая Владимировича Савинича. Зарядиться позитивом и получить порцию весеннего смеха приглашаем вас 20 апреля в 17.00 в Нитрино. Здесь пройдёт весенний кубок команд школьной КВН-лиги города Десногорска. Вход свободный. Десногорск открывает велосезон 2019 года. 21 апреля молодые атомщики-энтузиасты велосипедного движения приглашают всех желающих открыть велосезон. Старт от памятника «Добрый ангел-хранитель мира» в 10.00. А на этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями жизни станции? Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова